Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о том, с чего начался мой 22-й год, о книгах, которые я прочла в январе. И смею надеяться, это видео будет довольно интересным, потому что впечатления у меня были просто полярные от книг, начиная с «Боже, как это прекрасно!» и «Как мне повезло, что в начале года я уже нашла книжку, которая попадет в топ», до «Какой кошмар, как это скучно, как это можно было написать». Поэтому видео получится очень контрастным, и чтобы вот был некий баланс, я буду книжки чередовать. Хорошая-плохая, хорошая-плохая. И первой книгой, прочитанной в 22-м году, был, к сожалению, провал. Кто смотрел мое видео, где я выбираю и читаю первую книгу года, знают. Это Филипп Хеншер «Дружелюбная». Решила я все-таки немножко рискнуть и взять книжку, о которой я вообще практически ничего не знала, и автора, в котором я была неуверена, и вот доказала самой себе, что риск все-таки не всегда благородное дело, потому что книжка эта мне совершенно не понравилась. Это такой, знаете, по задумке большой роман, где рассказывается история аж двух семей многодетных. Здесь и англичане такие настоящие, и мигранты из Бангладеша. Вот все эти семьи многодетные, то есть очень много персонажей, очень много судеб, очень много историй, разные культуры, трудности взаимопонимания и так далее, и так далее. Но по факту мне эта книга показалась, честно говоря, халтурой. Все, о чем пишет Филипп Хеншер, не идет дальше Гугла. И вот эту книжку могла бы написать даже я со своим скудным жизненным опытом, и это далеко не комплимент мне, просто потому что здесь все настолько поверхностно описано. Война в Бангладеш вообще, просто вот скопировать типичные сцены описания войны, вставить в книжку, или, например, какие-то подробности, интересные детали Филипп Хеншер опускал, просто потому что в этой книжке он ленился что-то глубже и подробнее искать. Например, тот же Джон Ирвинг, всегда уместно хвалить Джона Ирвинга, я в этом видео тоже воспользуюсь такой возможностью, в одной из своих книг описывал улицу красных фонарей в Амстердаме, и он полетел со своей женой в Амстердам, жил-то, по-моему, месяц или даже больше, ходил по этой улице, общался с женщинами, которые там работают, общался с представителями закона, чтобы понимать, как это все там регулируется, на каких основаниях, как это все работает, чтобы впитать это все в себя и передать читателю, который, скорее всего, ничего об этой внутренней кухне не знает, и вот, чтобы максимально мастерски и профессионально это сделать, он решил через себя всю эту жизнь пропустить. Вот Филипп Хеншер видно, что он в этом всем не заморачивался. Его целью было, во-первых, показать, что не все мигранты, да, в Великобритании достаточно большая с этим проблема, вот его целью было показать, что не все мигранты, это такие нахлебники стереотипные, которые прилетают в Англию, крошки с пола есть, и, во-вторых, его целью было показать, что не все белые расисты и не все мусульмане террористы. Очень глубокая мысль, которая, возможно, многим незнакома. Для того, чтобы выполнить первую цель, он решил сделать наших героев-мигрантов успешными, членами общества богатыми, но, опять же, не вдавался в подробности, его герои просто утром проснулись и разбогатели. Женщина, вложившая деньги, как только приехала в Лондон, проснулась утром и поняла, что разбогатела, а ее дети, которые тоже там только целыми днями сидели на кухне подростками и жрали у холодильника, одним утром проснулись и решили, почему бы не разработать компьютерную игру. Вот они ее разработали и, опять же, проснулись уже богатыми, накупили себе 250 тысяч домов и вообще путешествовали по миру, чтобы скупать антиквариат. В это все не веришь. Как и в эти такие поверхностные описания войны, которые встречаешь, в принципе, в большинстве книг об этом, ничего нового, ничего свежего, ничего интересного. Филипп Хеншер мне показался таким ленивым писателем и очень-очень таким наивно поверхностным. И давайте я вам сразу покажу крутейшую штуку, которую мне опять прислали из магазина «Книжный лев». Помните, у меня был «Экслибрис», он многим понравился, такая книжная переработка картины Матисса. Но сейчас они мне сделали «Экслибрис» даже еще круче, хотя я не могла поверить, что для меня может быть что-то круче этого. И сейчас давайте сразу после подведения итогов моего прочитанного зачислять таким образом книжки в мою библиотеку или же все-таки не принимать их в семью, как бы грустно и грубо это не звучало. Так, бумажечки, бумажечки, бумажечки. Здесь у меня «Краска» и «Сам Экслибрис». Дружелюбных я пока что в семью зачислять не буду, поэтому поддержим интригу. Теперь я расскажу вам о другом большом романе, который я прочитала, но который на этот раз мне очень понравился и который напротив был очень глубоким, подробным, интересным. Это Майкл Шейбан, его «Потрясающее приключение кавалера и Клея», книга лауреат Пуллицеровской премии. Очень я люблю эту премию, просто они пупсики, умеют раздавать ее тем романам, которые и критикам нравятся, там прям не придерешься. И читателей прям попадает читателям в сердце, и они советуют, читают, перечитывают. Просто восторг, в отличие от «Букеровской премии», которая в последние годы ты читаешь и думаешь, что это вообще за херня такая, как этому дали книжную премию. Здесь тоже такой, опять же, большой роман, который затрагивает довольно большой промежуток времени, исторические события. Здесь «Вторая мировая война» и комиксы. Наши главные герои – два брата двоюродных, которые живут в Бруклине, им обоим там по 19-20 лет. Они как раз застали вот этот момент возникновения развития комиксов, и так удачно сложилось, что один из них хорошо рисует, а другой придумывает клевый сюжет, и они решили себя в этом попробовать, почему бы и нет. И в итоге удачно попали в нишу, очень быстро прославились, очень быстро стали знаменитыми, там, напридумывали других каких-то героев. Параллельно с этим весь мир сотрясается в вагоне от Второй мировой войны, и из этого тоже рождается очень много проблем. И вот это сочетание Второй мировой войны и комиксов, оно делает настолько уникальную, клевую книжку, вроде как Вторая мировая война придает ей действительно такой серьезности, то есть надевает на книжку фраг, выравнивает спину, приподнимает голову, и вот книжка такая гордая, да, с серьезными темами, которые серьезно хорошо раскрываются. А тема комиксов и фокусов надевает на книжку клоунский носик, то есть она становится, добавляет ей красок, какой-то динамики, интереса, чего-то свежего. Опять же, здесь очень хорошо показана линия комиксов, как они создаются, вот эта внутренняя кухня, как герои придумывали сюжет, как они их рисовали, как они придумывали супергероев. Я, если честно, посидела, подумала, какого бы оригинального супергероя могла придумать я, и что-то в голову ничего не пришло, так что, наверное, не стала бы я великим знаменитым комиксистом. И здесь еще очень ярко показана тема фокусов и эскапизма, в частности, это, да, как Гарри Гудини, который умел выбираться из всех наручников, из всех веревок, которыми его обвязывали, из всех цепей, которыми его перевязывали. А вот здесь герои тоже практикуют эскапизм, в прямом смысле этого слова, и в метафорическом, то есть, да, тема побега, здесь очень сильно главные герои бегут от своих проблем, от своих внутренних демонов, от внутренних проблем, от внешних, настоящих проблем, которые их окружали, каждый как-то пытался с ними справляться, и эта книга из тех, которые, когда закрываешь последнюю книгу, когда я закрываю последнюю книгу, начинаю сразу плакать, потому что я не хочу, блин, чтобы книжка заканчивалась, не хочу читать вот эти все дурацкие книжки, другие, которые на полках лежат, хочу читать только эту. Вот, когда я закрыла последнюю страницу, я подумала, блин, почему, почему Шейбан ты не написал еще, хотя он очень грамотно сделал финал, вроде много недосказанностей, и есть какое-то поле для обдумывания, для воображения, а вроде как все-таки любопытным читателям, которым хотелось бы точно знать, что с нашими героями произойдет, и что с ними все будет хорошо. Вот, такие читатели тоже получили ответы на свои вопросы. Очень классная книжка, обязательно буду перечитывать. Такое чтение для отдыха, и такой великий большой роман, который, как я часто говорю, если читать одну книгу в год, то это идеальный кандидат. Ну и, конечно же, «Приключения Кавалера и Клея», как вы понимаете, обязательно будет храниться у меня в библиотеке, буду любить это издание, заботиться о нем, перечитывать любовно, поэтому вот тот самый момент истины. Показываю вам свой новый экс. Вы просто посмотрите, какая милота. Очень, конечно же, хотела Дживса на свой экслибрис, и вспомнила, что у меня есть прекраснейшее видео, мое самое любимое, где Дживс такой расквашенный об диван лежит. И вот, теперь он расквашен об книге. Прям настолько мне нравится, что я себе татуировку хочу такую набить. Ссылки, где вы можете заказать любой, какой только придет вам в голову экслибрис, я оставлю в описании. Доставка по всему миру. Так что, если вы всегда мечтали оставлять свой небольшой след, чтобы никто больше не смог взять у вас книгу, почитать и не отдать, то вот, пожалуйста, теперь у вас всегда будут доказательства того, что книга-то ваша. Давайте вернемся ко второй теперь книге года. Это тоже был полный провал, так что, как вы понимаете, год у меня начался прекрасно. Сначала был Филипп Хеншер с его поверхностными, дружелюбными, а потом был Хавьер Мариас и его очень странное, глупенькое, белое сердце. Это современный испанский классик, и его многие сравнивали с Прустом, поэтому я и заинтересовалась. Честно говоря, от Пруста здесь просто то, что в книжке практически ничего не происходит, а события здесь показаны через размышления, через чувства главного героя, то есть он как-то обдумывает все, что с ним происходит в повседневной жизни. И если у Пруста это очень действительно интеллектуально, серьезно, и как-то тонко и точно, и ты над каждой строчкой думаешь, блин, как я это не понимал, как я это не замечал, я же действительно это чувствую, почему я не знал, что вот это вот потому, то здесь это претензиозно. Это, знаете, мужчина, который держит бокал с виски, который уже изрядно так накелялся, и вот его тянет в эти философские дебри, его тянет поговорить за жизнь и поделиться своей мудростью. Вот книжка произвела такое впечатление. Начинается она очень интересно здесь, в первом абзаце, в довольно маленьком, семья сидит за столом, ужинает, одна из там дочерей, девочек поднимается в ванну, берет пистолет, приставляет его к сердцу и стреляет, кончает жизнь самоубийством. Честно говоря, этот первый абзац, это единственное интересное в книге, дальше идут очень глубокие, очень мудрые размышления нашего главного героя, который женится на женщине и вот размышляет о таких совершенно неизбитых, свеженьких темах. Прошлое, настоящее, правда, ложь, недосказанность, семейные отношения, брак, измены, любовницы и так далее, и так далее. Вот об этих всех свежих темах, о которых еще никто ни разу не писал, размышляет наш главный герой. Конечно, это все ужасно претензиозно, ужасно как-то пафосно, очень над многими моментами прям кринж берет и прям кривит. Фишка еще этой книги в том, что автор постоянно повторяет вот прям куски текста, они постоянно встречаются то тут, то там. Например, вот что я себе выписала, первое, что увидела. Но ведь защищает нас именно грудь другого человека. Мы чувствуем себя в безопасности только тогда, когда за нашими плечами стоит кто-то. И вот ровно это предложение он вставляет всегда, когда кто-то становится позади кого-то или перед кем-то. Когда наши главные герои лежат в постели, обнявшись, да, один человек за другим. Вот он обязательно вставит этот момент. Или когда просто герой стоит, смотрит в окно, к нему кто-то подходит сзади, он обязательно вставит эту же фразу. Ну зачем? Это сделает ее еще более пафосной, еще более омерзительной. Еще что забавно, я не знаю, автор ли, у автора какие-то странные представления, либо он хотел, чтобы наш главный герой так выглядел, о ступнях, ногах и гигиене. Потому что здесь постоянно, как у истинного фут-фетишиста, встречаются ступни. Я вот выписала, например. Я видел ее красивые ступни с длинными пальцами, тщательно вымытые для Билла. Я прям представила, как она сидит и свои ступни вот это наяривает, огромной щеткой, так тщательно-тщательно вымывает для Билла. Или ступни, возможно, были грязные, подумал я, ведь их никому не собирались показывать. То есть главная героиня поняла, что сегодня никто к ней домой не придет, ноги ее рассматривать не будет, поэтому ходила просто с трехсантиметровым слоем грязи, мха, плесени, пыли на ступнях. Ну никто же смотреть не будет, правильно, зачем ноги мыть. Или ступни, наверное, тщательно вымыты, потому что в собственном доме всегда рядом или в любой момент может прийти тот, кто захочет видеть их или ласкать их. Тоже очень странное представление о гигиене. Если сегодня никто мои подмышки ласкать не собирается, то, вероятно, мыть их тоже не надо. Но вот ступни, их кто-то может заметить и поласкать, поэтому ступни я, пожалуй, пойду помою. Короче говоря, книга ужасно занудная, при этом она еще ужасно какая-то позерская и манерная. И, в общем, я ее еле дочитала, и это было просто гигантское разочарование. О, нет, эта книга точно не получит Дживсову печать. Дживс владеть этой книгой не хочет. Давайте дальше о хорошей книге. Прочла я в этом месяце Салмана Ружди. Его довольно новый роман «Золотой дом». Написал он его в 2017 году. И, как говорил автор, он очень хотел написать какую-то вот прям актуалочку, актуальную вот книгу, которая держит пальцы на пульсе сегодняшнего дня, но при этом не устареет, как вчерашняя газета. И мне кажется, у него получилось это сделать, потому что здесь действительно очень такие волнующие Америку. Вот прям в 2017 году события рассказываются. Здесь и о выборах. Он как раз писал эту книгу, когда проходили выборы, предвыборная кампания, и Трамп собирался стать страшным, ужасным президентом США. Здесь и гендерная идентичность, поиски себя, и вот опять же очень актуальная для современности тема гендера и ориентации сексуальности. И при этом вот сколько прошло уже, так-то прошло 5 лет, и книжка все равно свежая, ее интересно и приятно читать, так что молодец, Ружди, у тебя получилось. Что любопытно, кстати говоря, что Ружди не верил, что Трамп будет президентом, поэтому он как-то даже предвкушал, как ему придется переписывать финал книги, где Трамп стал президентом, а он надеялся, что ему придется это делать. В итоге он проснулся, узнал, что Трамп стал президентом и понял, что книга его оказалась умнее его же самого и предсказала события, которые еще не произошли, и которые Ружди даже не мог представить, что произойдут. Здесь рассказывается о Нероне Голдене, о таком довольно эксцентричном мужичке с такой экстравагантной фамилией, который бежит от какого-то страшного прошлого, из страшного места со своими тремя сыновьями, которые выбрали себе античные имена. И вот он селится в Нью-Йорке, недалеко от нашего главного героя. Они сразу привлекают его внимание, и наш главный герой решает пробраться в их страшные тайны, все разузнать и снять о них фильм. И вот он сближается с этой семейкой, узнает о них побольше, и рассказывает нам, что он там узнал, что с ними происходит. К сожалению, для меня здесь не было магического реализма, любимого у Ружди, потому что он сказал, что исчерпал себя уже в этом направлении, и решил писать уже о реальном, да, книжке. Но при этом всем какое-то ощущение вот этой магии у Ружди все равно сохраняется, как ни крути, вот этот колорит, эти странные персонажи, эти сказки, эта сказочность, отсылки, да, какая-то гиперболизированность всего, что происходит. То есть даже в реализме все-таки Ружди, вот он как-то, осталась эта его изюминка, что меня очень радует. Очень хороший роман, кстати говоря, для первого знакомства. Здесь тебя не сшибает с ног вот этим, опять же, индийским колоритом, вот этими, этой экзотикой, магическим реализмом, а довольно такой приятный, привычный, скажем так, роман. Так что, если вы хотите познакомиться с Ружди, это довольно неплохой вариант. Салман Ружди, конечно же, тоже идет в нашу семью, поэтому гордо ставим Дживса. Дживс одобрил нахождение этой книги в моей библиотеке. Давайте дальше расскажу еще об одном восточном писателе, который мне уже не понравился. Это Архан Памук, его Белая крепость. Честно говоря, ничего удивительного. Я, в принципе, так и думала, что мне не очень понравится эта книга. Она, мне кажется, самая непопулярная у Архана Памука. Она очень тонкая. Она была написана одной из первых, по-моему, третьей, когда Памуку было 33 года. Ну, то есть, как-то об этом романе вообще никто не говорит. То есть, видно, что у Памука он вот где-то в хвосте. Читали мы его с моим книжным клубом прекрасных моих друзей-девочек. И настолько этот роман скучный, настолько нам всем его было скучно читать, что вот мы все с неплохим чувством юмора, веселые, любим пошутковать, посмеяться, но просто тишина была в чате, нашим общим, потому что в такое умолчание просто поверг нас роман. Вот в нем 220 страниц с огромнейшим шрифтом, и этого, мне кажется, много. Мне кажется, его идеальный размер это ничто, это пустой лист, потому что я, в принципе, вообще, честно говоря, не понимаю, зачем смысл было его писать. Абсолютно бледная вещь. Здесь главный герой попадает в плен к туркам, сидит там в этом плену, что-то развлекается, что-то делает, и видит мужчину копию себя, то есть своего такого близнеца. Они начинают общаться, и, в принципе, все. Они общаются всю книжку, что-то там обсуждают звезды, что надо какую-то книжку, наверное, про звезды написать, и про людей, а кто я такой, а я вот не такой, а звезды, и все. Реально все. Мне больше нечего сказать. От Белой крепости я вряд ли буду избавляться, потому что это символическая первая книга нашего прекрасного книжного клуба, и здесь на полях много разных шуток клубовских, но пока что все равно напечатку ставить не буду. Дальше я прочла «Землю кочевников» Джессики Брудер, заинтересовал меня в первую очередь фильм, потому что он получил в прошлом году три Оскара, лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса, и, понятное дело, прям такой большой резонанс вызвал, и как настоящий книжник, в первую очередь, а не киношник, я побежала за первоисточником. книжка Джессики Брудер была написана в 2017 году, и в отличие от фильма, это журналистское исследование, такого очень распространившегося в последнее время феномена, как кочевники на трейлерах, скажем так, потому что в Америке, я думаю, как и везде, по крайней мере, в Украине точно, цены за жилье равны средней зарплате, то есть ты работаешь и на свою зарплату ты можешь максимум оплачивать дом, коммунальные услуги и все такое прочее. На еду, лекарства и какие-то другие вещи первой необходимости ищи, клянчи. Вот, и, понятное дело, многие люди понимают, что они, им или невыгодно жить в квартире, в доме, в помещении, либо они просто не могут себе этого позволить, поэтому они живут в трейлерах и путешествуют по Америке и работают на сезонных таких работах, это короткий промежуток времени, но очень-очень сложно, очень энергозатратно и выматывающе, и в итоге вот все больше и больше людей в Америке с каждым днем переходят в трейлеры, и это стало уже таким вот целым огромным явлением, обсуждаемым, многие это осуждают, такие традиционалисты, которые за то, чтобы все вот этими семейными ценностями жили, дом, дети, семья, вот это вот все, домашний очаг, кухня, чистота, а многие втихаря мечтают об этом, откладывают себе деньги на трейлер и тоже начинают скитаться, и вот Джессика Брудер это явление начала исследовать, общаться с людьми, которая вынуждена так жить, ездила на их встречи, она даже сама себе купила трейлер, чтобы глубже проникнуть в эту тему, в эту среду, и тоже жила какое-то время в трейлере, очень интересно, очень трогательно, очень проникновенно, и в очередной раз понимаешь, что где бы ты ни жил, в принципе у людей проблемы всегда одни и те же, не бывает вот места страны, где ну прям все благополучные, жрут икру ложкой, да, всегда к сожалению есть категория населения, которая страдает, которая тяжело, и вот как люди с этим справляются, в Америке справляются таким образом, я сама даже поняла, насколько это распространено, потому что сейчас очень много ютуб каналов про жизнь в трейлерах, про путешествия на трейлерах, мы с Ваней очень полюбили такие видео, они очень уютные, атмосферные, но конечно читать и смотреть на это все легко, а жить в этом всем гораздо-гораздо сложнее, и когда я читала эту книжку, я подумала, что возможно когда-нибудь я тоже стану не вот этим журналистом, который про БДСМ клубы пишет, а каким-то высоким журналистом, который делает что-то интересное, высокое и полезное, фильм, кстати говоря, он более такой красивый, более художественный, здесь уже в центре Фрэнсис Макдорманд, которая все потеряла, мужа, дом, работу, и решила путешествовать на трейлере, общается опять же с этими людьми, мы смотрим за ее жизнью, довольно грустный фильм, но очень еще красивый фильм, так что, если вы любите фильмы о путешествиях, красивые такие виды, под красивую музыку, то можете посмотреть, прям восхитительно. Не уверена, что буду перечитывать «Землю кочевника», все-таки это документальная литература, но я знаю уже даже ни одного человека, которым бы хотела дать ее почитать, тем более, что здесь, ну, прям просится «Экслибрис», тут даже есть, вот, эта книга принадлежит, мы сейчас прям вот, блин, как-то тут, наверное, не влезет, но было бы прикольно прямо на этой линии указать, кому она принадлежит, ладно, укажем здесь, эта книга принадлежит Дживсу. Дальше я снимала 24 часа чтения для спонсоров и прочла три совершенно разных книжки, которые вызвали совершенно разные эмоции, первая, это Ольга Токарчук, «Правок и другие времена», малюсенькая, тонюсенькая книжка, в ней 286 страниц, огромным шрифтом, при этом она охватывает жизнь жителей целого городка длиною в 100 лет, вот, так что вы представляете, какая вообще там динамика происходит, «Правок» – это городок в центре вселенной, и живут в нем очень странные персонажи, например, Флорентинка, которая воюет с Луной и умеет разговаривать с кошками и собаками, или злой человек, это мужчина, который потерялся в лесу, не смог найти там оттуда выход, в итоге решил там жить, одичал настолько, что уже не чувствует себя человеком, не чувствует ничего общего с людьми, водяной, есть «Аляпка», это пьяница, который упал в воду, утонул, в итоге его душа без карты, да, в дальнейших действиях не смогла понять, как отлететь в мир иной, и осталось жить в «Правоке», есть помещик Попельский, который целыми днями играет в какую-то игру, очень похожую на Джуманджи, есть даже кофеварка, как один из персонажей, кофеварка – это опора всего, что называется «Правоком», мой любимый персонаж, наверное. Мне эта книга напомнила Нарине Абгарян, «С неба упали три яблока», тоже маленький городок, тоже много персонажей с очень тяжелыми судьбами, но понравилось мне гораздо больше, потому что здесь побольше магического реализма, наверное, и поменьше какой-то вот такой сладости, сахарности, которая меня всегда смущает, у Нарине Абгарян, здесь как-то более все сурово, более жестко, из-за этого, кстати говоря, немножко в минус мне сыграла книжка, я ее явно не в то время прочитала, потому что здесь есть жесткие довольно военные сцены, и из-за этого книжка как-то повысила мою тревожность, и брать ее, перечитывать пока вот вообще не хочется, даже держать ее в руках сейчас пока как-то не очень приятно, возможно, потом мое отношение к ней поменяется, но сейчас я бы ее вот лучше в другое какое-то время прочла, если честно. Ольга Токарчик мне понравилась, не уверена, что я прям в скором времени возьму ее перечитывать, но, конечно же, эта книга достойна стоять на полках, я считаю, и, возможно, я ее даже буду кому-то давать почитать, поэтому эта книга принадлежит Дживсу и Алисе тоже. Дальше был очень и очень и очень субъективный восторг просто полный, это Пэ Суа, непостижимая ночь, неразгаданный день, тоже крохотная книжка южнокорейской писательницы, вот это именно то, что я всегда ищу от азиатской литературы, прям такая, знаете, концентрация всего того, что мне там нравится, концентрация всего того, что мне нравится у Мураками, например, это 220 страниц с гигантическим шрифтом, просто крышесносного сюрреализма, который мне ужасно-ужасно понравился. Главная героиня работает в аудиотеатре, но в итоге его закрывают, она остается без работы, не знает, что ей делать, такая вся потерянная, в итоге пытается в своей жизни найти какую-то точку опоры, с которой можно начать выстраивать жизнь заново и решает найти свою такую дальнюю знакомую, учительницу. это если вот как-то попытаться словами вот как-нибудь описать сюжет приблизительно. На деле здесь просто опять же крышесносный сюрреализм, здесь описывают нашу главную героиню, потом точно такими же словами описывают ее подругу, ты не понимаешь, почему они выглядят одинаково, кто из них кто, кто из них умер, кто живой, сон это или загробный мир, или реальность, как одно из другого перетекает в какой момент. Вот очень опять же такой концентрированный Мураками, если у Мураками ты как будто бы читаешь обычную книгу с любовным треугольником, а потом читаешь толкование Коваленина, его переводчика и Мураками Веда, и оказывается, что одна из этих девушек вообще была мертва, и что главный герой, когда приходил к ней вот в это здание, он переходил в потусторонний мир тратата, и ты сидишь такой, воу, что, где это было, надо идти перечитать, понять, то здесь вот это самое очень явное и понятное потусторонний мир смешанный со сном, переходящий в реальность, и ты не понимаешь, где реальность, а где вот потусторонний мир, и в общем, это все такое очень-очень атмосферное. Здесь, например, события происходят в один из рекордно жарких дней в Сеуле, или, например, главная герения ходит по Сеулу, такому прям мегаполису, который, наверное, ни секунды не бывает темным, тихим и спокойным, а там темнота полнейшая, ни одного огня не горит, ни одного человека на улице нет, и, в общем, вот эти вот все картины, это идеальная книга, чтобы читать ее ночью, поэтому, еще благодаря ее объему, мне кажется, я ее буду стабильно каждые два месяца перечитывать и пытаться хотя бы процентов пять понять вообще, что здесь происходит, но мне очень понравилось, опять же, очень субъективно, потому что вот здесь все то, что я очень люблю в азиатской литературе, очень я полюбила эту книгу, и, честно говоря, из-за ее такой мрачноватой, такой тянучей, сюрреалистической атмосферы, мне хочется пометить ее не Дживсом, а Матисом, поэтому сделаем такое небольшое исключение, все-таки эта книга будет принадлежать не Дживсу, а мне, прости уж, пожалуйста, мой дорогой друг, надо хорошо так придавить, чтобы все отпечаталось, вот, мне кажется, это больше гораздо подходит по атмосфере. И последняя книга, которую я прочла в этом марафоне, это был полный провал, одна из самых скучных книг вообще в жизни, еще даже скучнее, чем «Белая крепость» Архана Памука, это Роберт Ирвин и его «Алжирские тайны», прям вот огромное удивление, потому что о предыдущих прочитанных романах Роберта Ирвина я могла сказать все, что угодно, но как раз только не то, что они ужасно скучные, так что я не могла даже подумать, что этот писатель может со мной сыграть такую злую шутку. Здесь события происходят в Алжире во время войны за независимость и наш главный герой двойной агент, он работает и на тех, и на тех и в принципе все. Вся книга это он кого-то убивает, рассуждает о коммунизме, убегает, кого-то убивает, рассуждает о коммунизме, рассуждает о коммунизме, убивает, рассуждает о коммунизме, убивает, пока рассуждает о коммунизме, рассуждает о коммунизме, пока убивает. Все. И я прошла последнюю страницу и не поняла, а вообще зачем это писать. Обычно такие примитивненькие шпионские романы пишут либо как пародию, чтобы понасмехаться, либо что-то к ним добавляют, чтобы они действительно не были примитивненькими шпионскими романами. А это как такое сырье, которое берут, а потом уже из него лепят какой-то интересный роман. Роберт Ирвин, к сожалению, мне не понравился, алжирские тайны были скучны, поэтому тоже пока торопиться и помечать эту книгу не буду. Возможно, как-то со временем мне придет осознание прелести этой книги, но пока, увы. И последняя книга, о которой как раз-таки можно сказать все, что угодно, но только не то, что она скучная, это Федерико Андахази, милосердная, совершенно импульсивная и неожиданно прочитанная мною книга. Мне понравилось, кстати говоря, читать книжки, от которых я вообще не знаю, что ожидать, автор незнаком, сюжет я не знаю, знаю только то, что у нее трэшовая обложка, и прям очень любопытно, что же там под этой обложкой скрывается, такой же ли трэш. На самом деле да, обложка очень точно описывает все, что внутри, так что вот, если вам нравится обложка, во-первых, отпишитесь от меня, пожалуйста, потому что вы, вероятно, какой-то маньяк, а во-вторых, можете почитать. Я думаю, вас не разочаруют с содержанием, если обложка не разочаровала. Здесь речь идет о как раз-таки том великом дне в истории литературы, когда на Вилле собрались Байрон, Шелли с его женой Мэри, ее двоюродная сестра, и они читали страшные книжки и решили в качестве эксперимента развлечения тоже попытаться что-то страшное написать. В ту ночь как раз-таки родился вот этот знаменитый великий Франкенштейн, и то, чего я не знала, в ту ночь родился еще и первый рассказ про вампира, вообще, в принципе, в истории, который так и называется «Вампир». Его написал Полидорий, он вообще в их кружке не участвовал, это был врач Байрона, такой врач-секретарь, мальчик на побегушках, короче. Вот, и он тоже родил великий шедевр, с которого потом вышел Брэм Стокер, и вот эти вот все сумерки великие. Вот, и как раз-таки вот о создании вампира Федерико Андахази здесь фантазирует, каким образом секретарь Байрона, лишенный каких-либо литературных талантов, смог написать довольно-таки весомое, да, литературное произведение, которое потом повлияло на очень многих писателей. Опять же, посмотрите на обложку, в принципе, вы можете догадаться, что там трэшовый сюжет, как и эта обложка, я даже снимала влог со спойлерами, поэтому, если вам прям интересно узнать, каким образом, что там нафантазировала Андахази про этого вампира и про Полидорий, который его создал, можете перейти послушать. Я думаю, это стоит того. Ну, здесь вы сами, я думаю, понимаете, я не хочу марать в бедный образ моей любимой собаки об вот это вот, и вряд ли я буду хранить бережно эту книгу у себя в библиотеке, возможно, она пойдет дальше. Я ее купила у букинистов, возможно, ее кто-то также мерзостно прочитал, как и я, и она пойдет еще к кому-то. Вот такой был январь, очень контрастный, но очень запоминающийся. Мне, кстати, нравится такое, когда книжки не тройку, например, получили, а вот вызвали эмоции. Здесь было достаточно эмоций, от восторга до просто ужаса и недоумения, и какого-то неприятия, так что запомнился, опять же, мне этот месяц. Надеюсь, дальше пойдет так же интересно, но все-таки с упором в хорошую литературу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите, что вас заинтересовало. Если кто читал «Непостижимую ночь, неразгаданный день», напишите, что это вообще такое было. Спасибо, друзья, за просмотр. Те, кто поставят лайк и напишут комментарий, не увидят в своих страшных снах вот это вот. Оно к вам не придет. Пока, друзья. Мне, пожалуй, тоже надо бы поставить лайк своему видео и написать комментарий. Впервые буду это делать, но уже очень я не хочу опять встречаться с этой обложкой. Их... Их...